Здравствуйте! В эфире программа Актуальное интервью в студии Зайра Байчорова. Разговариваем о главном. Жаркая летняя погода и ослабление в ряде регионов ограничительных мер, связанных с коронавирусом, подтолкнули людей с удвоенным стремлением выезжать отдыхать на природу, поближе к водоемам. При этом некоторые пренебрегают даже простыми правилами безопасности, что иногда может привести к трагическим последствиям. О том, как прошел купальный сезон 2020, поговорим с первым заместителем начальника филиала аварийно-спасательной службы Ставропольского края Михаилом Кривенко. Михаил Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Как для вашей службы прошел купальный сезон 2020? Он вообще был? Его открывали? Вот как раз я по этому первому вопросу хотел сказать, что как такого купального сезона не было, потому что по известным нам всем причинам он не был открыт в этом году в Ставропольском крае. Мы думали, что может быть нам облегчит работу наших спасателей в связи с соответствующими запретами, что нельзя было купаться на водоемах, выходить на них, потому что купальный сезон как такой был у нас запрещен. Но официально-то он закрыт, для вас он закрыт, а для кое-кого он очень даже открыт. К сожалению, мы в этом плане не угадали, и нам пришлось работать с удвоенной силой, энергией, чтобы остановить тот, я вам скажу, неприятный поток таких чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на воде. Вот на сегодняшний день мы потеряли, в этом году потеряли 44 человека, в том числе 3 ребенка. И если сравнить со статистикой прошлого года, то фактически мы остались на том же уровне. Единственное, в прошлом году у нас больше утонуло детей. Цифра печальная, безусловно печальная. Для нашего края это печальная цифра, и очень обидно, что ту работу, которую наши спасатели, рискуя здоровьем в связи с COVID-19, пытаются проводить эту работу среди отдыхающих на воде, там же никакая социальная дистанция не выдерживается, никакие... А нам нужно это дело делать, мы не знаем, с кем мы общаемся, но мы вынуждены проводить эту работу. Рейды, уговаривать людей, работать с детьми, которые в этом году практически были, ну, брошены в некоторых случаях, сами по себе отдыхали. А тут даже ситуация такая, что многие потеряли родители работу, а им некогда, дети сами по себе еще хуже, они сами ходят на эти водоемы, да? Совершенно верно. Так оно и происходило, и еще и происходит. Вот самый свежайший случай. 4 сентября уже, уже все вроде бы и сезоны по тем нашим прошлым годам закончились. 8-летний ребенок погиб, утонул в старом русле реки Кума в Буденовске. Ну, средь бела дня. Наверное, на глазах родили. Я всегда говорю, когда происходит беда с ребенком, это наша недоработка, это вина взрослых. Потому что ребенок просто порой не понимает, что он делает, как это делает, нужно ли это делать. Он с ребятами, со своими сверстниками просто отдыхает. Это хорошо. Им нравится это. Это весело. Но рядом, или если оказались взрослые, они вовремя не вмешались. Или родители, которые разрешают ребенку ходить, или не знают, где он вообще отдыхает. Конечно, что тут говорить? Со стороны этого, ну, вроде как бы виднее. Я понимаю, что современных детей запретами сложно остановить. Но я так понимаю, что в любой семье нужно находить такой подход к ребенку, чтобы было видно, что это не просто запрет, это забота сынок о твоем здоровье или дочка. Это может привести к очень тяжелым последствиям. Мы тебя людьми. Ты представляешь, если тебя не станет, что будет с нами? То есть тут уже все зависит от родителей, как они работают с детьми, как они пытаются убедиться. Ну, так родители же сами ходят купаться. А иногда бывает и такое. И бывает такое, что родители сами по себе отдыхают, а ребенок отдыхается и гибнет практически на глазах детей. Слава богу, в этом году такой ситуации не было. А вот в прошлом году такая ситуация на Новопятигорском озере происходила, когда соседи отдыхают, занимаются собой, а ребенок практически рядышком отдыхает, залез в воду и утонул. И все это произошло чуть ли не на их глазах. А как вообще люди должны понять, что купального сезона нет? Иногда вот по телевизору смотришь, вроде показывают, люди купаются. Ну, думают, ну, наверное, можно купаться. Как-то, может, отцеплены территории, таблички висят, купаться запрещено? Конечно. Ну, первое, это было постановление губернатора Старопольского края. Вот без его разрешения. Это в новостях было? Да, это в новостях было сказано. Мы об этом говорили. Средства массовой информации неоднократно эту информацию передавали. Поэтому тут нельзя сказать, что люди об этом не знали, конечно. Но желание отдохнуть и пойти, как вы сказали, иногда плюнуть на личную безопасность, а получить хоть какое-то удовольствие, их все-таки пересилило, и люди туда шли. Но вы понимаете, если бы хоть люди вели адекватно в этих местах, ведь большинство погибли в тех местах, где даже если был бы открыт купальный сезон, там купаться нельзя. Мы же знаем прекрасно, что на реках, всех 100% реки на территории Старопольского края, это Большой Зеленчук, Кубань, Егорлык, Подкумок, Кума, это все каналы, которые тоже великое множество на территории края. Право-Егорлыкский канал, на северо-востоке куча каналов. Все это места запрещенные для купания. Это в этом году запрещенные для купания. Почему? Вообще они из года в год. Они захламлены, у них все большие течения, они опасные, представляют опасность для жизни человека. А иногда, даже отдыхая на этих водоемах, люди себя ведут неадекватно. Они просто выходят не отдохнуть, а, вы знаете, получить какой-то экстрим, развлечься. А вы сейчас про горячительные напитки или про какие-то экстремальные виды спорта? Ну, видите, оно как бы накладывает друг на друга. Порой обижаются, и родственники погибших говорят, что вы не знали те, и вы оскорбляете наших родственников, которые утонули в результате несчастного случая. Но не я это говорю. Мы никогда это не говорим, что человек был в состоянии алкогольного опьянения. Это говорят те, которые отдыхали вместе с ним. Это говорят результаты судебно-медицинской экспертизы. И 80 случаев взрослые, которые утонули, находились на момент ЧП в состоянии алкогольного опьянения. Естественно, вот это все было заторможено, и человек порой не знал, что он правильно это все... ЧП в опасности ослабевает. Да, естественно, чувства. Он считает себя... Ну, что с ним может произойти? Молодой, сильный, все в него хорошо. Почему должна эта беда случиться с ним? Она случается именно с ним. Потому что человек думает, что все может произойти, эта беда с кем попало, только не с ним. И он переоценивает свои возможности. А еще какие есть три мальчика? Вот, пожалуйста, давайте мы поедем в Невинномыск. Вместе слияния рек Кубань и Большой Зеленчук. Автомобильный мост, где самые распространенные развлечения взрослых и детей, это прыжки в воду с моста автомобильного. И они не всегда заканчиваются удачно. И мы уже не раз оттуда вытаскивали и покалеченных, и утонувших. И там, в этом месте, в этом году утонул подросток. Все это говорит о том, что вода, река, пруд, водоем любой. Да, это может быть и положительно, это хорошо, это отдых на воде. Но это еще и враг, который ты должен считаться с ним и вести себя подобающим образом. Не просто получить экстрим, а отдых, чтобы после этого выходного дня тебе хотелось идти на работу, чтобы у тебя дополнительные силы, энергия там и так далее. А не так, как у нас порой происходит. Мы вынуждены были поменять свой принцип работы, потому что тогда все было понятно. Вот мы, скажем, определенные водоемы были оборудованы как зоной отдыха, там были спасатели, там были медики, полиция, все понятно. И мы работали. А сейчас этого нету, его вообще не было. И мы вынуждены проводить патрулирование, проводить беседы в местах нахождения людей, и убеждать их, ребята, опасно. И в этом месте особенно опасно нырять, прыгать с деревьев, с дамп. Это может привести минимум, чтобы получите травмы, а максимум вы погибнете. И как радиору слушают, прислушиваются? Ну, я скажу так, 50 на 50. Если есть люди, которые уже по-хамски себя ведут по отношению, мы же не имеем права срываться, ответ отвечать. Мы все это выслушиваем, но мы продолжаем. Мы вынуждены эту работу продолжать, чтобы хоть как-то уберечь людей. И я думаю, что вот эта работа все-таки сыграла свою положительную роль. Вот что у нас вообще мы не потеряли контроль за людьми, которые находятся на водных объектах нашего края. Кроме этого, мы вынуждены были, повторяю, вынуждены были в некоторых местах выставлять временные спасательные посты, особенно на праздничные дни, в субботу-воскресенье. Это на Новотроицком водохранилище, Изобивницкий городской округ. Это на озере Волчьи ворота, на Василийское муниципальное образование. На некоторых водоемах... То есть купаться запрещено, но раз купаются, уже хотя бы... Хотя бы подстраховать, чтобы в случае фосмажора спасатели пришли на помощь. И иногда это срабатывало, особенно, скажем, на городском озере в Ессентуках. Благодаря вот таким слаженным действиям наших спасателей удалось спасти не одну жизнь, в том числе детей. Мы много... Я понимаю, что в администрации, в главном... Что тут говорить? И это уборка, это другие проблемы, масса проблем. Но ведь по 131-му федеральному закону глава администрации данного городского округа, муниципального... И муниципального округа, он обеспечивает отдых людей на воде, причем, как написано в этом... Безопасный, и безопасность обеспечивает. Если он издал постановление, что купаться нельзя, все везде, все закрыть, все не... Это не значит, что туда люди не пойдут. И мы не раз говорили... Ну, смотрите, вас, Красная Гвардия, село Красногвардейское, посреди села находится технический водоем. Зайдите, заедите в село и спросите, где находится ваш пляж? И покажут не технический водоем, а это место, они ее все называют пляжем. А почему называют? Да потому что они там все купаются. И самое опасное, с утра там только дети. Одни дети. А я вот слышала, что техническая вода, ее нельзя пить и нельзя в ней купаться. Ну, ее и пить, может быть, нельзя, но он так называется. Технический, это значит, искусственный? Но когда-то, когда-то этот, который мы и назвали сейчас технический водоем, действительно был пляжем. Ну, наверное, надо посмотреть, может быть, там действительно сделать пляж? Приложить силы, немножко вложить какие-то деньги, найти предпринимателя, которым оказать помощь. И я думаю, что эту работу можно сделать. Ну, вы смотрите, ведь сколько бы мы сражались на Комсомольском, было несколько лет. Но, что я говорю, низкий поклон покойному сити-менеджеру нашего города, Андрею Хасановичу. Это только благодаря его настойчивости будет великолепная зона отдыха. В нас будут иметь ставропольчане, отдыхая на Комсомольском пруду. Только благодаря его усилиям. И дай Бог, чтобы эти его те начинания, которые он начал, были завершены, а они будут завершены. И вы увидите, сколько мы получим и положительных эмоций, и главное, мы будем говорить о безопасном отдыхе в этом мире. Неужели мы в других местах не можем это дело сделать? Уже близко подходят городские озера в Носисентуках. Много будет сделано на Новопятигорском озере. Там вообще вся зона отдыха будет сделана. А как вообще выглядит зона отдыха, предназначенная для купания? Что там должно быть прямо по пунктам? Прямо по пунктам. Там же не только то место, где купаются. То место, где люди купаются, это определенное место. Называется пляжная зона. Она должна иметь две составляющие. Для детей и взрослых, потому что пляж для детей, он отличается и по глубине, и по оборудованию там и так далее. Должны выставлены буи. Кроме этого, эта зона, пляжная зона, должна быть обследована водолазами и очищена от колющих, режущих предметов. Кроме этого, на берегу должны быть места, там, лежаки установленные, места для раздевания, вода, туалеты в конечном итоге. Далее, спасатели должны находиться. Спасатели – это и есть скорая помощь в одном, да? Ну, это не скорая помощь, это спасатели, которые обеспечивают безопасность людей, которые на этих пляжных зонах отдыхают, в том числе и детей. Далее, врачи, медицинские работники там должны быть. Там должны быть сотрудники полиции, которые... Мы иногда обращаемся к казакам, помогают для обеспечения порядка порядка в зоне рекреации, на берегу, чтобы они нам тоже оказывали помощь, чтобы люди там вели достойно, чтобы было исключено распитие спиртных набитков, недостойное поведение, драки, мат и все остальное. Мы хотим, чтобы это была зона отдыха. Просто какой-то идеальный пляж. Да, зона... У нас есть такие вообще. Вот я говорю, вот мы уже в некоторых местах начинают работу, эту работу. Мы никуда не денемся, нам нужно идти по этому цивилизованному пути. Тогда и людям будет лучше, и главам администрации будет лучше. Всем нам будет хорошо, и люди будут с положительными эмоциями с этой пляжной зоной приходить домой и получать удовольствие. И это будет безопасный отдых, потому что там все принимают участие, все службы. Но дело в том, что в такой ситуации, когда не получается, нужно применять и законные требования к нарушителям. У нас есть закон Ставропольского края об административных правонарушениях. 20-й КЗ закон, который предполагает, скажем, мы с вами, физические лица, то есть потенциальные нарушители, прибыли на этот водоем, нарушая. А что, наверное, правила поведения на воде? Написано, стоит аншлаг, купаться запрещено. А ты леешь купаться. Это уже нарушение. То есть нас могут уже привлечь к ответственности. Какой ответственности? Штрафные санкции от 1000 до 3000 рублей. Подождите, это того, кто нарушил, могут привлечь? Да, физическое лицо. Вот это мы с вами, те люди, которые приезжают на отдых. Штраф там, да? Да, далее, есть владельцы этих водоемов, к ним уже более жесткие требования, от 10, штрафные санкции от 10 до 20 тысяч. И есть юридические лица вот этого всего. Там уже сотни тысяч. Им от 30 до 50 тысяч. Но, скажем так, не везде эти законные требования, это уже закон, края, который мы можем спокойно применять. Он, скажем так, применяется или нерешительно, или не в полном объеме. Поэтому мы говорим, ребят, ну а что вы хотели? Или мы будем ждать, когда утонет ребенок? Нет, а подождите, а как можно доказать вообще, что человек пришел и купается там, где нельзя? Это вот только на камеру снять табличку. Ну почему, Натю? Как он лезет в воду? Ну вот если стоит, скажем, запрещающий знак, купание запрещено, он купается, он уже нарушитель. К нему надо уже... Другое дело, что сам процесс составления вот этого протокола на нарушителя есть нюансы. Потому что, скажем, без сотрудника полиции мы не имеем права изымать документы у нарушителя. Только сотрудники полиции. Они, ну скажем так, тоже в них свои работы вот столько. Не всегда соглашаются с нами быть в составе этих рейдов. Вот, чтобы изъять документы, составить протокол на этого нарушителя. Ну и так далее. Может быть, по этой причине никто не хочет связываться с этой бумажной волокитой. И иногда пропускаем эти моменты. И не пользуемся этими законными правами к нарушителям. Я так думаю, что не всегда и нужно наказывать рублем. Нужно эту комиссию административную собрать. И может побеседовать. Если скажем, ребенок нарушил, то вызвать родителей. И сказать, мы же в следующий раз будем вас штрафовать. А мне кажется, если рублем наказать, это будет более действовать. Да, но если, ну можно ведь вначале предупредить, а потом уже, если повторился, можно уже привлечь к ответственности. И потом, если беда случится, у него не будет морального права бежать к тому же главе поселения, хутора, станицы, села и предъявлять претензии, ему будет сказать, Мария Петровна, Иван Петрович, мы же вас предупреждали, что ваш ребенок беспризорно лазит в этой реке. Он купается с другими мальчишками. Это может привести к беде. Михаил Николаевич, а вот если так случилась беда, ребенок утонул, родители наказывают за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей? Как вот с этим? Кто виноват? Что делать? Что я вам хочу сказать? Ну, у нас, давайте вот мы по-человечески отмечаем. Как можно наказать родителей? Нет, вообще по закону. Кто отвечает за смерть ребенка? Ну, по закону у нас нету такого, чтобы... Нет такого. Вот такой, если там прямая вина какая-то связана с тем, что ребенок именно утонул по вине родителей, что они там способствовали этому и так далее. Но в данной ситуации, вот я, родитель со стажем, какое мне еще нужно наказание? Я сам себя наказал. Я потерял ребенка. Ребенка потерял. А иногда теряет семья единственного ребенка. И они знают, что другого уже не будет. Вы можете представить ужас в этой семье? Что тут, какое еще им тут... Да, в Европе за это наказывают и очень сильно наказывают, вы знаете. Вот я поэтому и спрашиваю. У нас в России есть... У нас еще вот эта вот правовая база, наверное, не в полном объеме отработана. И, наверное, нужно в этом плане работать, чтобы более жесткие требования предъявлять родителям, которые вот не следят за те, особенно за такими детьми, которые требуют присмотра. Ведь в Европе ребенок, который находится там в 12 лет без родителей, уже родители за это накажут. Что он там самостоятельно находится, там, где ему не положено находиться одному. Ну и так далее. Наверное, нужно. Но я в данной ситуации, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что кроме этого страшнейшего наказания, которое родители сами себе придумали, потеряли ребенка, какое еще ему тут наказание можно придумать, если он уже его себе... Ну, разве что, если это не какая-нибудь деструктивная семья, неблагополучная, где родители... Не, ну, я не могу так говорить. ...букарно применитать их ребенок. И с этим мы сталкиваемся. Но бывает совсем и по-другому. Бывает, смотришь, ну, ну, как помочь? Вот все, вот как помочь? А никак. Мы уже ничего не сможем сделать. И сочувствие наше уже им совершенно не нужно, потому что уже это не поможет. Ребенка никто не вернет. Вот эта маленькая, как говорится, расслабленность по контролю за ребенком, по неумению работать иногда с ними, по контактам, которые нет между родителями и ребенком, особенно в наше время, приводит порой к очень печальным последствиям, которые не только на воде, а вот тут сплошь и рядом. Суициды, наркотики, компании. Пропустил это все, не досмотрел за ребенком и все. Мы часто общаемся с заместителем министра образования Ставропольского края. Так вот, выступая, и на телевидении она говорит, у нас, собственно, наука с детьми такая получается. Вот мы за летом, вот первое сентября, мы не досчитываемся в школах нашего края одного класса. Это пожары, это вода, это суициды, это убийство этих детей. И это правда. Это страшнейшая цифра. И мимо этой цифры проходить нельзя. Ну, для родителей, даже если мы можем сказать, вот в прошлом году утонуло шесть человек, а в этом три, вроде бы как бы положительный момент. Да, он положительный, может, для статистики. А для родителей, какой, если он потерял ребенок, ему, извините, по барабану-то статистика. У него это горе, это кошмар произошел. И он считает, что он больше всех пострадал. Правильно? Может быть, и правильно. Так оно и есть. Вот. Но, понимаете, нельзя перекладывать вину, там, скажем, спасатели не доработали, там, администрация не доработали, родители не доработали. Может быть, это все, это комплекс. Но я, например, считаю, что нужно всем объединиться в этом вопросе, потому что это касается наших, наших земляков, наших родных и близких, наших, в конце концов, детей. Это самое близкое, что у нас есть. И нельзя это... Если мы будем говорить, что ты больше виноват, ты больше виноват, еще кто-то... А ей объедини, только объедини усилия общие, чтобы мы все считали, что эта проблема номер раз, что мы теряем столько много людей, здоровых, красивых, молодых, которые еще в этой жизни ничего не сделали. А ребенок, он вообще не виноват, что он погиб, потому что виноваты только мы, взрослые. Вот у нас сейчас программа подходит к концу. Вот несколько рекомендаций, чего нельзя делать у водоема. И вообще в летнее время. Буквально одна минутка. Ну, скажем так, купаться в тех местах, где только разрешено. Если вы уж пришли на водоем, который никогда не посещали, не нужно с разбегу туда забегать, не нужно нырять, потому что у нас, я уже повторяю, многие водоемы наши захламлены. Они имеют такие предметы, что минимум можно получить травму, а максимум погибнуть. Далее, сдам не прыгать, с деревьев не нырять. Вот эти дурацкие игры, кто кого на перегонки. Все это нельзя делать. Если ты уже пришел... Про спиртные напитки я уже... Я в любом случае говорю, мне возражает. А для чего вообще человек выходит? Отдохнуть? А как отдохнуть без спиртных? Ну, говорю, ребята, надо выбирать. Вот. Или то, или другое. Я, например, массу примеров привожу, которые употребление спиртных напитков на воде только усугубляло положение. Ну, а про детей контроль. Самый жесткий контроль за детьми. Вот. И попытка договориться, чтобы быть другом и подругой своему ребенку. А порой мы это не можем. Мы просто узнаем порой про своих детей такие вещи, что нас даже в голове не поменят. А почему? А потому что мы с ними не работаем. Контакта нет. Мы с ними не работаем. Мы не показываем, что он живет в той семье, которые его любят. Он себя чувствует отверженным. Он сам по себе. И не делится с папой, с мамой о своих проблемах. И получается вот то, что он уходит с друзьями. И получаем то, что получаем к большому сожалению. Михаил Николаевич, ну, очень познавательная беседа получилась. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Это была программа «Актуальное интервью». Не переключайтесь и смотрите свое ТВ. Актуальное интервью. Актуальное интервью. Актуальное интервью. Актуальное интервью. Актуальное интервью.